Отвечаем на имение мракобесному священнику РПЦ, Георгию Максимову, на его свежий наезд на Хэллоуин. Сначала отец Георгий успешно разбивает наиболее популярный аргумент праздника борцев о том, что Хэллоуин плохой праздник, потому что когда-то давным-давно в этот праздник древние язычники делали что-то нехорошее, а заодно батюшка разбивает и аргумент тех, кто называет Хэллоуин христианским католическим праздником. Потому что ни кельди-язычник, ни кельди-христианин, если бы их перенесли на машине времени в современную Америку, являющуюся центром данного праздника, не узнали бы в современном Хэллоуине ни Самайн, ни All Hallows Even. Здесь мы с ним полностью согласны, но затем батюшка допускает характерные для мракобеса ошибки. Стоит ли вообще в нем участвовать? Для христианина ответ однозначно нет. Достаточно посмотреть на атрибуты и символы Хэллоуина, чтобы увидеть духовно отрицательную суть этого явления. Ну нельзя просто посмотреть на атрибуты какой-то культуры и сделать какие-то разумные выводы. Любую культуру надо исследовать. Но почему-то, когда идет речь про древних шумеров, то обращаемся к исследованиям. А когда про что-то современное, то посмотрел на атрибуты и сделал выводы. А откуда вы взяли, что персонажи, которых вы увидели, это нечисть, это персонажи современного искусства, и далеко не все из них плохие, и тем более не все связаны с религией. Тот, кто вам напоминает бесы из христианства или сатира из античной мифологии, может оказаться добрым персонажем из фэнтезийного мира. Просто батюшка не читает книг и не смотрит фильмов и мультиков, которые смотрят дети и подростки. А потом на Хэллоуин наряжаются в любимых героев. Вместо того, чтобы изгонять нечисть, люди сами наряжаются в нечисть. А еще есть очень даже хэллоуинские персонажи из фильмов ужасов, которые вообще никак не связаны с религией. А бывает, что персонаж вроде бы плохой, но он ассоциируется с любимым фильмом. А еще есть аниме, где вообще не хороший, не плохой, просто няшный. Современная культура намного богаче, чем древние религиозные традиции и амбиции. Это форма приобщения к злу, к явному злу, к тому, что считается злом в данной культуре. А нет в нашей культуре того, что является явным злом. Наша культура намного сложнее, потому что она отражение жизни людей. А люди не делятся на хороших и плохих. Ну а дальше начинается подтасовка фактов, чтобы подтвердить свою мысль. Находится какая-то статистика про то, что после хэллоуина у детей психические расстройства. А вы знаете, что после это не значит вследствие. А может быть это расстройство вследствие религиозного насилия, когда ребенка заставляют насильно ходить в церковь и молиться Богу. Батюшку мы любим. Но по вопросу хэллоуина мы с этим батюшкой категорически не согласны.